Я сегодня готов вам рассказать о книге, в которой точно вы фигу не увидите. Итак, если вам надоели женские детективы, которыми завалены просто книжные магазины Русской Америки, предлагаю раздобыть произведения Владимира Руги и Андрея Кокарева «Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта XX века». А чтобы разгулялся ваш книгочейский аппетит, перескажу кое-что из главы этой книги о том, как сто лет назад в Москве отмечали светлый праздник Рождества Христова. Самая большая толчая творилась на рынках и прежде всего в охотном ряду, где москвичи начала XX века запасались традиционными деликатесами к праздничному столу – окороками, поросятами и гусями. Рачительные хозяйки, переходя из лавки в лавку от одного торговца к другому, настойчиво искали провизию только высшего качества, стараясь при этом выгодовать и в цене. В такие вот дни возле прилавков нередко можно было встретить купца-миллионера, упорно уговарившего торговца сбавить со стоимостью гуся или поросенка. Москвичи, независимо от социального статуса и положения, тогда придерживались традиции, согласно которой мужчины добровольно брали на себя хлопоты по закупкам провизии, а подготовка дома к празднику целиком оставалась в женских руках. Уже за неделю до Рождества Христова комнаты наполнялись суетливой прислугой, с какими-то еще приглашенными женщинами из богоделин, и все они босыми ногами, заткнутыми подолами, с ведрами, мойками, швабрами, мочалками, неистово мыли, вытирали и выметали скопившуюся пыль и грязь. Творившееся в те дни на вокзалах напоминало великое переселение народов. Огромные массы фабричных рабочих, пришедших из деревень в Москву на заработки, буквально осаждали железнодорожные станции. Им всем, во что бы то ни стало, требовалось уехать в родные края, чтобы Рождество провести дома, в кругу семьи. Еще одним свидетельством приближения Рождества было появление на площадях Москвы ельников, так назывались елочные базары. Вместо Деда Мороза с елками на плечах в разные концы города шагали мальчишки рассыльные, подрядившиеся за 10-15 копеек доставить покупку по нужному адресу. В отличие от детей, для взрослых москвичей Рождество Христово 100 лет назад было не только радостным, но и чрезвычайно хлопотным праздником. Кроме приобретения подарков и устройства праздничного стола, следовало разослать всем родным и знакомым поздравительные открытки или визитные карточки со словами «добрых пожеланий». Для москвичей, служивших в частных фирмах и казенных учреждениях, Рождество еще было связано с получением наградных денег. Кроме того, государственные служащие получали к празднику награды в виде повышения в чинах орденов и медалей. Информацию об этом каждая из московских газет старалась опубликовать раньше конкурентов. Из-за спешки, конечно, случались ошибки довольно курьезные. Однажды в газете «Русское слово» не только переврали фамилии нескольких высокопоставленных чиновников, но и некоторые из них были объявлены кавалерами ордена Святой Екатерины. Это исключительно женская награда. С наступлением самого праздника хлопот не убавлялась. Праздничный день начинался церковными службами. Ходили к заутренне и ранее обедне. По возвращении из церкви дети награждались подарками, а также вся прислуга. С черного хода приходили с поздравлением дворники, кучера, трубочисты, почтальоны, ночные сторожа и тому подобные лица, имеющие какое-либо отношение к хозяевам. Визиты родственников и знакомых начинались рано, чуть ли не с девяти часов утра. Одни уезжали, другие приезжали. Приходили приходские священники с крестом. Попозднее приезжали знакомые монахи из монастырей. Всех приезжающих приглашали в столовую, где на длинном столе ставили закуски, вина с разными затейливыми и вкусными блюдами. Газеты писали, что в числе визитеров с черного хода в квартиры добропорядочных обывателей вдруг заваливались совершенно незнакомые молодые люди, напоминавшие с виду недостаточных студентов. Мученики науки, поздравив опешивших хозяев с Рождеством, нагло требовали, чтобы и их одарили рублем. Ну а главным испытанием на Рождество для москвича из общества были визиты. Требовалось не только объехать множество домов, но и в каждом не обидеть хозяев отказом от угощения. С Рождества начинались святки. По старой русской традиции, которой москвичи еще вполне придерживались в начале 20 века, в это время по домам ездили ряженые. Как правило, это были знакомые хозяина дома, заранее втайне от всех договорившихся с ним о предстоящем нашествии. Ряженые приезжали со своим топером, наемным музыкантом, игравшим на фортепиано музыку для танцев. Стоили его услуги сравнительно недорого – три рубля за вечер. От веселья, затеянного ряжеными, как говорится, дым стоял коромыслом. Зачастую к этому домашнему маскараду присоединялись все обитатели дома, наскоро облачившись в вывернутые шубы и бабушкины наряды, извлеченные из сундуков. А вот здесь, здесь я прервусь и еще раз напомню вам, как называется книга, из которой вы можете узнать потрясающие подробности жизни наших прабабушек и прадедушек. Называется она «Повседневная жизнь Москвы» или «Москва повседневная. Очерки городского быта начала XX века». Авторы Владимир Руга и Андрей Кокарев. Приятного вам чтения! Кто сказал, что в новогодние праздники не надо радовать себя хорошей книгой. Это была рубрика «Под обложкой».